Внесение изменений в структуру органов местного самоуправления обсудили на заседании Общественного совета Красноглинского района. По мнению общественников, за годы существования действующая система, где каждый район представляет собой самостоятельную единицу с отдельными полномочиями и бюджетом, показала все свои несовершенства. Есть примеры, когда не все решаются вопросы быстро и эффективно. И поэтому то, что сейчас предлагается такая структура рабочая, то есть город и районы, чтобы у всех были полномочия и у всех была ответственность за выполнение порученных дел. Убираются многие проблемы, которые не нужны при реализации, например, тех или иных проектов. Согласно предлагаемым изменениям, администрации районов станут структурными подразделениями городской администрации. Изменится и структура представительных органов власти. Это напрямую коснется районных депутатов. Мне видится то, что для чего создавались депутаты в 2015 году. И если считать, что основной целью их создания была цель приближения власти к населению, я считаю то, что мы депутаты, общественники, с населением работали хорошо. Но сейчас, поскольку вертикаль меняется, бюджет с района уходит, то в принципе физически депутаты как бы не нужны. Реформа местного самоуправления предполагает возврат к прямым выборам депутатов в городскую Думу. Это значит, что жители сами будут формировать состав городского парламента. Общественники Красноглинского района поддержали инициативу по проведению реформы органов местного самоуправления. Если изменения найдут свою поддержку населения во время публичных слушаний, Дума выйдет с предложением внесения изменений в устав города. Галина Топилина, Сергей Баскин, События.